Всем привет! События с торговой маркой SCP развиваются с какой-то космической скоростью. Просто все время что-то происходит. Также у людей накопилось много вопросов по этой ситуации. Потому в этом видео я расскажу офигительнейшие истории и отвечу на частые вопросы по всему этому делу. А также объясню, почему мистер Д на самом деле в полной заднице. Для начала Д каким-то образом смог заблокировать официальное сообщество SCP ВКонтакте. А еще и паблик с мемами в придачу. Исполнил, можно сказать, смертельный номер на арене нашего тревожного цирка. Но если мемы спасены и уже в безопасности, админы паблика, видимо, воззвав к силе лягушонка Пепе, смогли объяснить администрации ВК, что она, мягко сказать, не права и существенно заблуждается в своем понимании ситуации. То с официальным пабликом произошла какая-то совсем странная дичь. Мистер Д смог каким-то образом перенести свой паблик на место заблокированного официального. То есть, если сейчас зайти по адресу страницы, где раньше был официальный паблик РОССП, сейчас там группа мистера Д, и в ней написано, что это и есть официальный паблик РОССП. Как он это вообще, блин, сделал? Не связано ли это с тем, что недавно он ходил в офис ВКонтакта? А если ВКонтакт позволяет себе так решать вопросы, просто по какому-то знакомству, то какое вообще будущее у этой платформы? Кстати, что там еще у нас-то вообще есть? Что думаете, например, о том, чтобы сделать основное официальное сообщество в Дискорде или Реддите? В общем, на сайтах, где международное законодательство работает, или еще не знаю где. Но это еще и не предел наглости. Сегодня выяснилось, что мистер Д потребовал, чтобы авторы российского ССП отдали ему сайт. В частности, Блэк Бьет написала, что он ей звонил и говорил, что если админы не пойдут на уступки, то есть не отдадут ему сайт, фонд будет и дальше гореть, пока не сгорит дотла. И это цитата. Маски, что называется, сброшены. Когда стало очевидно, что вся болтовня о фильме, высокобюджетной игре и прочем не имеет никакого смысла, мистер Д открыл свое истинное лицо и показал нам, зачем он регистрировал этот товарный знак. У нас тут прям какой-то карикатурный злодей, как из каких-то фильмов категории Б, ну или второсортных комиксов, которому даже забыли проработать характер. Он просто злой, ну потому что злой вот и все. Ну раз уж он выбрал отыгрывать стереотипного злодея, пусть он не забывает, что стереотипные злодеи всегда стереотипно проигрывают. И главная новость на сегодня о том, что посмотрев на всю эту ситуацию, англоязычный фонд просто-таки офигел и выставил большой пост. В нем сразу говорится, что Дуксин незаконно зарегистрировал торговую марку на SCP. И так как его торговая марка нарушает лицензию SCP, то все, что он там делает в своем арт-SCP, мерч и все прочее. Это называется контрафактная продукция. И действительно, свободная лицензия, на которой изначально весь SCP основан, предусматривает такой пункт. Вы не вправе применять юридические ограничения или технологические меры, создающие другим юридические препятствия в выполнении чего-либо того, что разрешено лицензией. А, например, ехидная статья 1260 Гражданского кодекса РФ, пункт 3, говорит, что автор произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения. Все арты арт-SCP, весь его арт-бук, все его мерчи и прочее-прочее, это юридически называется производные произведения, ведь они основаны на другом произведении. Они основаны на текстах SCP, которые опубликованы под свободные лицензии. И нападая на людей со своей торговой маркой, мистер Д не только совершает нарушение лицензии SCP сам, но и подставляет весь свой проект, делая всех, кто в нем участвует, с участниками распространения контрафакта. Это именно та позиция, с которой английский SCP идет на Дуксина. И если русское сообщество просило его лишь о том, чтобы он отменил свой товарный знак и прекратил свои противоправные действия, то английская настроена полностью утилизировать всю его лавочку вместе со всем, что в ней есть. И, конечно, главный вопрос. Вот мистер Д творит лютую дичь, мешает людям заниматься тем, что им нравится, явно нарушает закон. Хотя есть даже какие-то странные, абсолютно отбитые сектанты, которые говорят, что, мол, ничего он не нарушает, но вопрос остается, почему же тогда его все еще не засудили. Давайте разберемся, с чем мы имеем дело. Для начала, в России ситуация, когда кто-то регистрирует торговую марку, чтобы нападать на конкурентов, или захватить какой-то сайт, она в принципе не нова. При этом судебная практика в России по таким делам крайне разнородна. Кого-то сажают за мошенничество, а кого-то вообще признают правом. Так происходит в нашей стране, к сожалению, постоянно. И дело тут в мягко скажем незрелости российских законов. Ну, в самом деле, зачем принимать современные нужные законы, когда столько всего еще не запрещено, верно ведь? Но в нашем случае есть один маленький нюанс. Это то самое нарушение свободной лицензии. И этот нюанс делает все сомнительные действия мистера Д очень похожими на настоящее преступление. Это единственная юридическая позиция, которая будет реально работать. И, к сожалению, такая юридическая позиция предполагает выпиливание всего, что было сделано в рамках проекта ArtSCP, как контрафактной продукции, включая артбуки, которые нравятся многим, в принципе, неплохой мерч и все такое прочее. Именно поэтому РУ-сообщество долго пыталось просто договориться. И Д обещал даже отменить свой товарный знак. Но нет, не отменил. А раз он не желает по-хорошему, то как будет, по сути, расписано в сообщении английского сообщества. И да, если вы пострадали от действий этого человека, смело обращайтесь в соответствующие органы. Я вам даже помогу для этого написать заявление. Ссылка на мою группу есть в описании. Я там единственный админ. У нас тут уже собралась целая тусовка юристов. И мы, так сказать, готовы сделать интересный правовой прецедент и публике на потеху, и во имя укрепления отечественного законодательства. Тем более, что последние его действия, когда он стал требовать, чтобы сайт SCP отдали ему, уже очень сильно похожи на настоящее мошенничество. А это уголовное преступление. Короче, не болейте в это сопливое время. А если заболели, выздоравливайте быстрее. Всем пока.